денис приветствую тебя привет торговая сессия четверга традиционно с тобой обсуждаем рынки смотрим на них с разных точек зрения хотим дать более обширную объективную картину того что происходит друзья все это делать специально для вас для наших подписчиков за для тех кто следит за нашим совместным контентом очень хотим чтобы у вас было больше информации принятие торговых решений ну как и всегда мы ни в коем случае не претендуем прямо на истину то что вот рынок поведет себя так и ни в коем случае и начнет мы с позиции собственного опыта опираясь на технические анализы фундаментальные пытаемся подсказать вам с большей вероятностью определенное развитие трендовой динамики текущая торговая сессия мы с тобой обычно почти всегда встречаемся в четверг и соответственно в этот день как правило есть что-то интересное с точки зрения фундаментальных отчетов это не торговая сессия понедельника когда экономический календарь практически пуст сегодня на повестке очень важный отчет для федрезерва соответственно и для всех тех кто следит за валютным рынком потому что сегодня выйдут данные по индексу расходов наличное потребление это индекс pc своего рода прединдикатор показатель инфляции именно он используется фидрезервом в расчете общего показателя по индексу потребительских цен и отсюда какой вывод нужно сделать но если для фидрезеровать статистика так важно и мы понимаем что все что делает американский регулятор касательно ключевой процентной ставки это попытка решить проблему с высокой инфляцией нужно также заранее к этому отсчету подходить с точки зрения того что он точно спровоцирует повышенную волатильность потому что после сегодняшнего релиза по pc точно изменится биратное снижение ключевой процентной ставки в сша я думаю что ни для кого не новость что рынок сейчас практически зациклился на идее того что фрс отложил снижение ставки до поздних летних периодов может быть даже не в июне возможно даже в июле но если июньское заседание сейчас оценивать с точки зрения файдового чтул инструмента то там биратное снижение ставки чуть больше 50 процентов соответственно сегодня если преподнесут сюрприз данные по pc то есть мы увидим хотя бы прирост в месячном выражении как в прошлый раз было с показателем инфляции я допускаю что рынок очень сильно потрясет и уже под вечер текущей торговой сессии аналитики трейдеры все отрядское сообщество начнет переоценивать вероятность именно снижение ключевой процентной ставки на последующих заседаниях и мое субъективное мнение как я раньше отмечал я пока что сторонник того что пресс точно задержится с этим решением на долгий период времени поэтому несколько месяцев у нас еще есть покупателей доллара есть чтобы попробовать дождаться доллар выше текущих значений давайте демонстрация экрана я предлагаю сегодня обсудить ну традиционные буквально пару слов про доллар поскольку я всегда касаюсь индекс доллара можно посмотреть сегодня золото британскую валюту как есть идея то конечно у тебя точно всегда есть идея спасибо тогда давай демонстрация экрана как раз индекс доллара текущей котировки 103.76 после попытки локального роста накануне мы снова ниже ста четырех пунктов и консолидация вот в пределах уровня 104 там с заходом на 103 80 104 20 продолжается уже довольно таки давно я на своем брифинге сегодня также отмечал что нужен триггер и сегодня мы скорее всего этот триггер с вами дождемся уже отметил прокомментировал что я настроен на то что сегодня мы с большой долей вероятностью видим очередной прирост индекса писей в месячном поражении и это может оживить интерес к доллару поэтому ни в коем случае я понимаю что может быть в каком-то формате противоречит техника такому позиционированию либо может быть объективно аргументированная позиция почему доллар нужно продать но если знаешь я всегда опираюсь на фундаментальный фон и сейчас опираясь на этот фундамент пока что буду держать ланги так что касается золота текущей котировки 2035 долларов за тройскую пункцию у меня ожидания по золоту тоже предельно простые обычно я смотрю на то что происходит на долговом рынке сша потому что ну вот привык изначально когда только познакомился с рынком всегда сопоставлял динамику рынка драгоценных металлов с динамикой американских приживей и сейчас в принципе продолжают делать эти инструменты очень коррелируют между собой поэтому в целом можно глядя на график тех же самых тренджерис понять в принципе что должно и может или происходит золото сейчас доходность американских облигаций вот текущий показатель 428 процента это максимум с конца прошлого года и на отметке 428 сотых процентов мы держимся уже довольно таки поэтому золото уже долгое время остается в рейнже коридоре без каких-то выходов к новым либо локальным максимум либо локальным минимумом поскольку я не могу позволить себе как бы опустить тот факт что растут трежерис и соответственно по этой причине нужно шатить золото я не тороплюсь в общем с длинными позициями и думаю что придет еще время когда золото можно будет купить но на мой взгляд не сейчас и среднесрочно все еще остаюсь уверен то что золото может показать задир вниз и снова вернуться в район двух тысяч долларов за тройскую умс это вот моя сделка мое субъективное мнение опять же оно опирается на то что происходит на рынке эталонных защитных инструментов в мире это американских облигаций хотя с другой стороны я понимаю что сейчас если анализировать сантимент куда больше шансов у золота выйти вверх но опять же для меня в приоритете все-таки анализы рынка облигаций что касается британской валюты текущей котировки 1 26 56 на этой неделе к сожалению у нас нету каких-то интересных фундаментальных отчетов все уже переварили и изучили проанализировали за последние недели поэтому сейчас британец остается ведомым под общими рыночными настроениями здесь скорее всего лучше опираться на то что происходит с динамикой доллара чтобы не противоречить себе еще раз отмечу что при росте доллара рисковые инструменты должны позиционно остаться под давлением нету каких-то дополнительных вводных относительно действий банка англии в последующие периоды по процентной ставке и лучше дождаться опять же обновленных данных по инфляции по упы это уже через пару недель будет эта статистика а пока что я думаю что фунт может оказаться точно такой же жертвой потенциального укрепления доллара как и тот же самый евро и принципе развитие нисходящей динамики вполне реально уже до конца этой недели Денис слово тебе так слово взял в общем сегодня у нас с тобой есть общая корреляция есть общая синергия вот не всегда так бывает но я с тобой на самом деле технически согласен есть сейчас вот покажу обосную на в чем чем именно значит касательно евро может быть конечно это связано частично с тем что и так продажа но дело в том что здесь у нас вверху вот по цене 1 0 8 65 то есть фактически там где вчера был сделан вот локальный такой небольшой максимум даже позавчера здесь во первых заливались весьма сильные объемы и хорошо видно по футпринту они там больше будут видны по часовому графику тоже хорошо прослеживаются и с учетом того что у нас есть вот на часовом тайме вот такой верхний сегмент накопления с которого импульсом был сделан выход вниз то сейчас коррекция произошла как раз его нижней границы поэтому я думаю что в районе где-то вот 1 0 8 40 то есть при это приблизительно текущее значение я точно также жду продолжение нисходящего движения то есть я пока не готов говорить насколько оно глубоко дело в том что здесь вот с точки зрения недельных опционов четко зажали в один диапазон нижняя граница вот 1 0 8 и верхняя граница 1 0 8 65 и в этом диапазоне как раз цену гоняет это причем кстати очень хорошо видно и по ценовому движению сегодня я думаю да что нам действительно попытаются сделать выход потому что вчера на ввп штатам как-то ожидалось немножко большего скажем движения по факту получили небольшой так чисто локальный отскок вот поэтому я все-таки думаю что да попытаются сегодня еще немного протолкнуться ниже но вопрос глубины я пока далеко не загадываю там примерно 1 0 7 1 0 7 30 в этот диапазон в любом случае именно сюда заливают у нас месячные опционные хеджи есть также там цели пониже но там на следующей недельке уже будет 8 марта символично будет экспирация месячных опционов поэтому они уже не будут актуальны а пока что вот ближайшие все таки здесь вполне вероятно там 0 7 30 приблизительно вот самое главное чтобы реакция вниз была потому что даже вот такой простой способ как пробой трендовой начерченной при восходящем коррекционном движении у нас уже был но опять-таки но не хватает триггера чтобы хорошенько цен цену пнуть ниже вот поэтому собственно такая вот картина пока вы реально 50 на 50 выглядит но как по мне чуть больше перекос в сторону шортом по фунту абсолютно та же самая картина но фон честно скажу мне уже все мозги просто вот так вот маленькой ложечкой по чуть-чуть по чуть-чуть выедал потому что ну правда такая вот флетовая ситуация особенно первой половины недели когда он не мог выйти за пределы 40 пунктов движения это конечно же все такого уже давно не помню но в целом у нас фунт на протяжении последних трех месяцев еще даже начиная с ноября находится в жестком флете то есть здесь диапазон не такой уж и большой около 300 пунктов и диапазон и в этом флете он до сих пор значит выход был сделан из локального накопления вчера вниз уперлись в достаточно важный профиль объема который сформирован на протяжении этого коррекционного движения вверх и также еще такую трендовую локальную трендовую поддержки тоже ее пробили как раз вот я сейчас пилит обычно когда происходит при после пробоя распиливания с обратной стороны то есть чаще все так по наклону пилит 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 а потом уже резко отскакивает в любом случае здесь на у меня продажи немножко повыше открыты сама сильно самая сильная зона для продаж это 1 2670 126 95 и с этого диапазона я ожидаю дальнейший выход вниз то есть до сегодняшних новостей понятно что цена будет дальше флетить вот она на новостях больше склоняюсь к выходу вниз опционы у нас здесь также внизу вот заливаются поэтому возможно еще раз напоминаю возможно абсолютно все то есть могут начали сделать выброс вверх там ложный перехай а потом уже пойти вниз и такое тоже имеет место быть но пока у меня больше все-таки склоняюсь чисто технически к тому что ниже попытаются продать вот если это будет не так то здесь риск небольшой поэтому не сильно страшно по индексу доллара сейчас самая моя нелюбимая вообще формация мало того что здесь флэта 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 самое худшее что бывает на рынке потому что распиливаются абсолютно любые паттерны любые формации которые могут быть все это полностью убивается флэтом и здесь как раз нюанс в том что мы находимся вот прямо четко на трендовой поддержке и вот такая вот ситуация то есть просто 50 на 50 то есть смогут ли от нее отскочить или будут идти пробивать снова заходить в тот диапазон который на предыдущем вебинаре брифинге с тобой как раз подсвечивали это был очень классный момент вострова числа если помнишь здесь как раз цена спускалась вот в эту зону и было где-то в районе 103 25 приблизительно прямо вот онлайн когда мы с тобой брифинг про проводили показал что отсюда ожидаю вот отскок вверх этот отскок как раз в тот же день вот сделали но как мы видим пока он такой сегзагообразный движется поэтому в идеале в идеале от этой трендово хотелось бы увидеть движение вверх пусть даже без перехая хотя бы там в район приблизительно там 104 50 то есть на ретест серьезных максимумов которые вот здесь вот еще сформирован поэтому очень бы хотелось это движение увидеть дадут ли его нам это естественно вопрос потому что если будет пробой вниз с закреплением где-то в районе 103 50 тогда я буду уже целиться на полное перекрытие сегмента вот сюда вниз и тогда соответственно и фунт и евро они больше пойдут на перехай потому что ну правда такая идиотская сейчас ситуация мне жутко не нравится вообще вот такая рыночная фаза которая у нас сейчас но ничего с этим не не поделаешь рынок вот таким флэтом он просто уничтожает практически любые формации распиливает по десять раз в обе стороны а потом только движется и что касается золото по золоту у меня схоже мнение здесь был залит просто колоссальный объем у нас еще позавчера 27 числа и мы четко видим и по футпринту как выглядит этот объем то есть очень большой перекос в районе 2038 но это реально сильно очень точный объем и как правило от него серьезную реакцию дают вниз то есть в обратную сторону сейчас мы видим и золото пошло по примеру валют просто флэтит и все вчера там попытались немного внизу купить и вверху снова на это на часовом графике видно как начали заливать объемы обратно вернуть вниз в общем такая вот тоже не самая приятная ситуация буду смотреть здесь риск мизерный совсем поэтому в идеале хотелось бы увидеть выход вниз но опять-таки не исключаю что могут попытаться выброс делать начале выше от этого уровня 2045 а потом уже прогуляться ниже то есть по верхней границе нисходящего канала поэтому такая вот сейчас ситуация на рынке реально 50 на 50 я очень не люблю подобные ситуации потому что неизвестно как они дальше будут отрабатывать вроде зоны сильные и паттерны классно сделали вроде все хорошо все условия вот выполнены а цена все равно продал продолжает из-за флэта как-то двигаться порой не совсем не совсем объективно скажем так здесь тоже кстати по евро можно еще вот так вот про простенькую трендовую накинуть и вот фактически мы прямо сейчас к ней к ней подходим посмотрим какой будет от нее сделан дальнейший денис спасибо тебе за рекомендации ну что действительно и техника и фундамент сейчас повышает вероятность определенного развития событий это на ослабление рисковых инструментов хотя да еще раз повторюсь что рыночный сантимент немного другие сигнал подает но рыночный сантимент тоже иногда лажает и очень быстро меняется зависимости от определенного тоже развития событий ждем сегодня индекс писей катализатор драйвер для движения и уже на следующей неделе денис как и всегда обсудим с тобой и я очень верю то что на следующей неделе у нас будет возможность говорить о достигнутых целевых ориентирах которые мы с тобой обозначили и о том что мы правильно определили сценарий движения актива денис еще раз большое тебе спасибо хороших тебе выходных и до скорой встречи спасибо тебе тоже отличных выходных я очень надеюсь что рынок тоже немножко как-то хоть выйдет из флета уже пускай в любую сторону лишь бы вышел да конечно выйдет нашу хотелось бы до встречи до встречи всем пока 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 пока